Всем привет! Всем привет, меня зовут Настя Я Диана И мы продолжаем нашу рубрику с трешовыми, конечно же, историями Сегодня у нас будет тема про отношения И у нас накопилось, как всегда, вы не поверите, миллион ваших историй И сегодня мы будем зачитывать самый цимус Да? Я? Мне нормальная история, директор, с вами Пока Диана ищет историю, посмотрите, какой у меня цвет волос Он просто белый Я уже настоящая цири, на самом деле Он такой серебристый, холодный Я уже настоящая цири Все, переиграла Ведьмака Теперь парик не нужен, можно так сказать Вы видели это? Мне, кстати, снилось, что ты обесцветила черные волосы И стала полной блондинкой Но мне, честно говоря, очень нравится переход из вот этого белого цвета в черный Поэтому я думаю, что, возможно, я даже так оставлю, как задумку, знаешь, в фирме Типа будешь подкрашивать в черный? Ну, знаешь, типа кончики, когда уже совсем все срастет Потому что мне очень нравится, я блонди такая прям жесткая Типа вроде и блонди, а вроде и нет А-а-а Да Такая Я тоже, наверное, вполне себе скоро могу стать блондиной Будем с тобой сестричать Памечкой Итак Вы не подумайте, я его не била никогда и вообще никакой агрессии не проявляла После такого расставания я очень долго смеялась, даже плакать не хотелось Но самое интересное случилось потом, когда через полгода он написал мне, что переехал в Сочи и позвал в гости Может, это все было спонировано? Я сказала, что у меня теперь есть парень и вообще мне это не интересно На что он удивился, что мы вообще-то не расставались А то, что ты Побросал вещи, когда увидел Побросал вещи, да, когда увидел Ничего не сказал Это, наверное, значит, ну, типа просто, ну, такая мелкая ссора Это вообще не ссора, просто ничего не происходит Все ок Ни о чем вообще По его версии, если слов о расставании не звучало, то и расставания не было Прекрасная логика, да? В итоге он решил сделать мне прощальный подарок на день рождения Он в кольце декабря Зачем я согласилась? Не знаю Вот январь, минус 25 Я забираю с почты тяжеленную коробку Долго тащу ее по морозу А там 10 килограмм мандаринов Человек отправил мне почту России 10 килограмм мандаринов из Сочи К слову, расстояние между моим городом и Сочи около 4,5 тысячи километров Это Новый Уренголь Извините Просто историю про Андрея Петрова прочитали Конечно, они испортились за время его поездки На мое справедливое замечание, что он придурок и лучше бы денег скинул, он обиделся Слушай, ну, хорошо ты расслабся, что он явно больной на голову Да, таких чуваков, ой, себе дороже Лучше стороной обходить Или, прикинь, встречаешься с чуваком, он вроде нормальный и адекватный, а потом такая фигня происходит Ну, и ты думаешь, господи, как я раньше этого не заметила Неужели я была настолько слепа? Да Мне очень нравится, что переехал в Сочи Собирал вещи несколько дней в Тихарку Специально, чтобы пока не было дома Но при этом, когда узнала, что девушка завела себе парня Ну, по крайней мере, сказала, что завела парня Такой, типа, ну, мы не расставали Да, это ничего не значит вообще, что ты Все очень суперудобно Обожаю эти вот стандарты Двойное дно Привет, Настя и Диана, у меня для вас история, которая заслуживает название мясо Я думаю, такой подсемы в историях еще не было Такого не было точно Произошло все, когда мне было 18-19 лет, и я в то время идентифицировала себя как лесбиянка Да-да, юность веселой была Были у меня какие-то мимолетные знакомства, ничего серьезного Как вдруг в специальных группах ВКонтакте я познакомилась с ней и сразу влюбилась еще в фотографию Общались мы онлайн, так как жили в разных городах Но ни меня, ни ее Назовем кодовым словом Зая Зая Не смущало большое расстояние И мы с Зайей начали встречаться вот таким образом Практически 8 месяцев мы общались, созвонились по скайпу и так далее Все было просто прекрасно Планирование совместного будущего шло полным ходом И вот она приехала ко мне в гости О чудо, это были прекрасные дни В конце наших выходных она сделала мне предложение пожениться когда-нибудь в светлом толерантном будущем Серьезно, серьезно все было Прощание, слезы, поцелую Она уезжает, все хорошо И через несколько недель я понимаю, что что-то вообще не так Она пропадает или явно врет Я узнаю, что оказывается в своем городе она стала жить вместе с девушкой У них все серьезно Эта девушка мне даже писала, мол ты нам жизнь рушишь, мы уже давно вместе Со мной до этого не было таких ситуаций с предательством Поэтому это стало страшным ударом Плакала долго, но это не все Заю я простила через полгода И мы начали заново Вроде бы шло хорошо, она приезжала чаще Мы даже понедельки-другой снимали жилье Типа как для отпуска И жили вместе И вот в один поздний вечер она звонит мне и говорит Спустись вниз к подъезду Я приехала с сюрпризом Интересно И конечно я понесла с вами голову на улицу Радостная и счастливая Но когда спустилась, увидела Заю и какого-то парня Лет 25 Внешностью, ну прям как у некоторых сельских героев Мужского и женского Он Заю за плечо обнимает И они вместе подходят ко мне А думала что ли баба? Такая, ну все, я наигралась Девочка моя Подожди, так у нее уже девушка была Все, я наигралась с девочками Теперь меня Обязательно нужно прийти И вот так вот это образцово-показательно Устроить это вот выступление Ну ты бы сделала иначе, разве? Конечно нет Я не понимаю ничего Стою и думаю Брат, может быть Друг на худой конец И тут очень пьяный парниша Резко становится вплотную Толкает меня к стене И орет прямо в лицо Ты че, шаболда грязная? Собращаешь мою невесту? Я видела вашу переписку Да ты знаешь, что делать с такими, как вы Я тебя сейчас вылечу Он сжимал меня Начал лезть под футболку Я чувствовала, извиняюсь, его эрекцию Сначала я оцепенела Но как только набрала воздуха, чтобы кричать Он мне рот рукой закрыл Тут у меня был выбор, чтобы действовать Я понимала, либо я бьюсь, либо меня насилуют посреди ночи Дала ему коленкой в пах У меня появился шанс бежать В подъезд у меня бы не хватило времени Поэтому я дернула, куда глаза глядят К слову, моя зая стояла позади Тоже слегка пьяная, как я сейчас уже понимаю И просто смотрела, как меня собираются насиловать ее жених Они за мной гнались какое-то время Они гнались, то есть она тоже Ладно, стояла, ладно, в очко Там, знаешь, не могла ничего делать Ну, как не могла Ну, возможно, не в состоянии было что-то делать Но гналась же, понимаешь? Так это было все спланировано, я уверена Она в планировании этой х**и принимала участие То есть это случилось для нее не сюрпризом, я уверена Я убежала к подруге и проплакала от шока до самого утра Больше я никогда не видела Заю и того парня Она мне с его странички писала и просила прислать кольцо Оно было недорогое Везде обоих я поставила в бан Однажды, правда, ради интереса посмотрела свои ЧАЭС И увидела, что у нее на аватарке с инстаграфией со свадьбы Вот такая история Я давно связалась с девочками У меня серьезные проблемы с доверием и ревностью Разрушила не одни хорошие отношения Просто из-за страха повторения такого вот трэша Спасибо за внимание Слушай, ну бояться есть чего после такого типа Ну типа, естественно, это травма жесткая Я причем вообще не понимаю То есть сначала Сколько лет это длилось вообще? Девчонка мразь, если честно Так нельзя поступать Ну, слушай Это просто ужас Конечно, надо было еще понять Это когда она начала мутить с кем-то там С другой девочкой, да, в другом городе Но любовь, конечно же, слепа И ты еще думаешь, что ну один раз оступился А потом вот такая вот Да, просто нож в спину тебе Это очень жестко Очень жестко Очень Как после такого вообще еще В принципе с кем-то встречаться Диана, привет История в рубрику об отношениях У меня такого трэша, к сожалению или к счастью, предостаточно Начну с истории про моего первого бывшего Короче, это отвал всего На тот момент я училась на первом курсе Обеспечивали меня мои родители А мой МЧ не учился и не работал Приближался мой даре, который мы с ним планировали провести вместе Поехать в ТРЦ, пожрать от пуза и сходить в кино В день празднества родители выдали мне сумму в тысячу рублей На все эти развлечения Что меня вполне устроило Так как это с головой хватало на два билета в кино И небольшой сет роллов в кафе Как же я обожаю старые цены Реально То, что за 60 рублей можно было сходить на утренний сеанс в кино И прогулять там в школу Что сейчас стоит 60 рублей? Поездка на метро и на автобусе Жесть, да Даже доллар дороже Однако мой благоверный, узнав об этом Начал выступать и капризничать Что вообще-то этого очень мало Вообще-то он еще в Макдональдсе пожрать хотел Вообще ни в чем себе не отказывайте Зайкайфануть Нормально? Оцените уровень Ситуации по шкале от нуля до уровня коррупции в России И сейчас раз Что не хочет праздновать ДРС своей девушке Потому что ее родители дали слишком мало денег И на эти деньги не получится обожраться во всех заведениях И потом еще пойти в кино Я вспоминаю ее, хочется кричать Я помню, как однажды я отмечала свое день Обожжение со своим первым парнем И мне мама дала на празднование Ну и вообще, типа, подарила сумму денег По-моему, ну это было много на самом деле На тот момент, то есть на дворе был 2010-й, 2009 год И мне мама подарила то ли 3 тысячи, то ли 5 тысячи И мы должны были сходить на эти деньги в аквапарк И должны были сходить на эти деньги, ну что-нибудь тоже покушать Офигенно провести время В итоге я этого чувака прождала, во-первых, полдня Мы договаривались встретиться типа там в 12 А он еле-еле там что-то к 4-м пришел А нам еще на другой конец города И, извиняюсь, на автобусе по МКАДу до аквапарка В итоге все было как-то через жопу Он мне еще подарил какую-то То, что он даже не покупал мне в подарок Просто как будто из дома Взял там какую-то деревянную кошку и розу Деревянную кошку Да, деревянную кошку и такую статуэтку черную Мама, а что можно взять дяне подарить у нее деревянная кошка? Да, мне кажется, так и было на самом деле Какая деревянная кошка? Черная Вот такую вот статуэтку мне там на 16 лет Вот вообще отличный подарок, спасибо Ну ладно, типа окей Даренному коню в зубы, извините, я иногда смотрю Ну если это деревянная кошка на 16-летие Ты вообще... Я тогда не была фанаткой кошек И у меня не было... Ну, короче, бред В итоге мы приехали, там поплавали, покупались, покатались Короче, все У меня осталось, кажется, что ли, 3000 или чего-то типа того И мама мне сказала Все, что у тебя останется, ты просто забирай себе там Ну и купишь там себе что-нибудь еще там Или потом на карман оставишь Я такая вот, супер отлично Мы пошли в Якиторию потом И чувак начал набирать все, что было в меню Все Он наел, наверное, косаря на два И я сидела... Ну как наел? Нажрал Тогда никто не пил алкоголь, естественно То есть алкогольные напитки в это не входили Так-то можно было хотя бы предположить, да, что можно как-то добрать Но это все было вот просто съедено Причем мы заказывали Ели там что-то И он такой А дайте-ка еще меню И еще смотрел Типа, а вот хочется еще вот креветочные чипсы попробовать Ну, например И я сижу такая просто... Ты понимаешь, что мне деньги надо А он не хотел, чтобы мне осталось денег Вот такая вот у него какая-то... А он так сказал прямо напрямую? Да, конечно, нет Просто, ну, такое чувство, что это была спланированная акция Ты мешаешь не можешь Что-то ходишь туда Хочешь есть? В итоге мой день рождения был испорчен Потому что у меня осталось, дай бог, 500 рублей после этого всего И я ему как бы намекала, что, типа, может, приторвози мне девушечку с едой Но он такой, ну, вот я хочу еще, а когда еще, там, типа, высоко Переживал, что больше никогда не поест в ресторане, наверное Ну, наверное Короче, это было очень жестко Я была так расстроена Я потом просто, во-первых, плакала полдня Потому что мы когда ехали на автобусе Была жара плюс 40, наверное И стояли в пробке на МКАДе И, типа, было так жарко На меня еще светило солнце А он еще спал У меня на плече, у меня тут все в поту Все льет Я такая просто Ты сейчас заплатишь, так кажется Выносил это Короче, это было отвратительное день рождения Мне вообще не понравилось А, так это еще не все, подожди Вот, я тогда послала его в жопу И отправилась после парка под руки пить Беллис И очень неплохо провела время, между прочим К сожалению, по итогу мы помирились Я думала, ну, обычно говорят К сожалению, по итогу мы расстались Но здесь, к сожалению, по итогу мы помирились Так как я была молодая, неопытная Готова подставлять свои уши под лапшу И верила во все его изменения и раскаяние Ну, у всех бывает, что здесь греха таить Да уж Привет, девчонки Прекрасную тему вы затронули Отношения Прошло уже почти 5 лет с этой ситуацией Но я до сих пор ржу и недоумеваю Встречалась с парнем пару месяцев Все вроде было хорошо, пока не наступил мой долгожданный выходной С которым мы планировали сходить на полноценное свидание Кино домино и так далее Так вот, просыпаюсь я в прекрасном расположении духа И начинается подготовка полным ходом Лежать в кровати и ничего не делать Он должен был за мной заехать Мы договорились на 16-17 часов Я такая вся собрала Я жду звонка Звонит, беру трубку А там его маман О, привет, дорогая Как дела? Ну и т.д. Разговор ни о чем Она мне сообщает, что мы ненаглядные за рулем И скоро перезвонит Жду, жду и жду Уже обратно в кровать лечь успела Потому что время было уже далеко не 16 И не 17 А что-то около 22 часов вечера И тут приходит смс Я с мамой ночью уезжаю в Абхазию Ну тогда ладно Хорошо, ну не сегодня, видимо, встретимся И тут я Знатно, мало того, что как бы чел У нас свиданка сегодня должна была быть Ты меня прокатил, так ты еще и не смог мне позвонить Сказать, что ты сваливаешь на две недели А пишешь мне смс What the fuck? Ну едешь отдыхать? Супер, я рада, правда рада Я свой тут планировала позже И как бы не с ним, а с друзьями Еще до отношения это было решено Но приступ гнева случился из-за способа мне это сообщить Я пыталась выяснить причину его поведения Уехали, отдыхают Поточки, звоночки И тут опять смс Нам стоит расстаться Я такая, чё нах? На вопрос, почему Ответ был гениальным Ржу до сих пор Я не могу встречаться с человеком Который мне завидует Совсем, что ли? В моей голове опять Чё, бля? Оказалось, что я завидую тому Что они поехали в Абхазию Я бы еще подумала завидовать ему Если бы он на Мальдивы нам месяц умотал Но нет, причина стала Абхазия Так и закончились эти прекрасные отношения Эва Маман еще пару раз мне звонила Как ни в чем не бывало Пока я ее номер не заблочила Короче, трэш и угар Ситуация как бы, ну, типа Смешна Своей сюрреалистичностью просто Тем, что чувак просто отбитый Я не могу встречаться с человеком Который мне завидует Потому что я их в Абхазию с мамой Все Пока Ну, реально, повод Привет, Настя и Диана Начала смотреть ваш канал С видео про работу в Литуале Очень нравится ваша новая рубрика Расскажу историю про первое свидание Общалась я как-то с мальчиком Назовем его Петя Но в жизни его не видела У него в соцсетях фоток было мало Но на всех он выглядел хорошо В общении с ним мне все нравилось Вот только ошибки он допускал Очень глупые Из разряда Е-шо Через О В переписке Петя дал понять Что достаточно обеспеченный Ростом 175 И с подтянутым телом Договорились встретиться Я уже тысячу раз помолилась Чтобы он был нормальным И в ситуации ожидания реальности У меня были частые И тут я вижу его Уже издалека Понимаю, что Петя моего роста К слову, я ростом 156 Сам он полненький Еще и волосы безумно грязные И покрашены ужасно Его темный цвет переходит в какой-то страшный желтый блонд Ну, думаю, может человек хороший Зашли в ближайшую кофейню Я села и жду, пока Петя что-то предложит заказать Так как в переписке он явно дал понять Что может поухаживать Мое ожидание затянулось И я решила взять кофе себе сама Во время общения я сразу поняла Что человек, сидящий со мной По уровню развития, тянет на 12 лет Потом, как оказалось, он был у меня младше Мальчик начал мне рассказывать Что сюда его привез папа на синих жургулях И он ждет, когда мы закончим Обожаю такие ситуации Там, ой, там у моей подруги ключ в замке застрял А у меня есть ее запасной Срочно надо ехать Да Возвращаюсь к нему, рассказывают все это Петя, конечно, расстроился Но он сказал, что проведет меня Блин, зачем? Мы вышли из кафе и направились в сторону ее дома Провел он у меня метров на 50 И мы попрощались Петя пытался уговорить меня встретиться с ним в ближайшие дни Но я наплела ему, что буду очень занята Когда я доехала домой То увидела миллион сообщений от него О том, как он меня любит И т.д. Знакомы мы несколько дней И виделись один раз Ну, наплела ему всякой херни Что я не готова к отношениям и т.д. На следующий день вижу у него в истории Что он с какой-то дамой суши заказал Еще и подписал Балую свою любовь Даже не знаю, как реагировать Как я обожаю это все Сколько ему интересно лет? Это больше всего меня интересует Если папа привез Ну, типа, лет 14-15 Ну, какая дама? Блин, какие суши? Откуда бабки? Может, лет 17 такое чувство, знаешь? Ну, папа привез на свиданку И ждет, пока не закончит Всей к машине Я причем поняла бы, что если бы девочку папа привез на свиданку И ждал бы Типа, ну, мало ли кто там, да? А тут, не знаю даже Крашеный, низенький Наверное, еще маленький, еще не вырос Хотя, может быть, просто такой Только вопросов это так мало ответов Привет, Настя и Диана Обожаю ваш новый формат видео Решила рассказать про самую неудачную кринжовую свиданку Мне 20, а парня 19 Познакомилась с парнем через знакомых На новоселье друга Хороший мальчик Не пьет, спортсмен Много чем увлекается Мы общались в неделю До дома провожал За ручку держал Все дела, в общем Недавно он мне заявил, что родители очень боялись спустить его в другой город Поэтому заставили их жить в одной квартире вместе с хозяйкой И даже специально искали квартиру, чтобы жить вместе с хозяйкой Других вариантов не рассматривали Двухкомнатная небольшая квартира Хозяйка живет в соседней комнате Общая ванная, туалет, кухня и сушилка для белья Моя телест уже в начале рассказа валялась где-то на полу Но он решил меня добить Я, наверное, попытаюсь ехать через год Но пока меня все устраивает Я непривередливая Тем более она всю квартиру убирает и еду делится Не знаю, но я бы не смогла так жить с посторонней пожилой женщиной или мужчиной Я бы попыталась за те же деньги съехаться с одногруппницей Ну ладно, думала я Все, бывает Потом он зовет меня в МАК Мы там посидели Он угостил меня кофе Погуляли по парку В общем, хороший был день На следующий день мой телефон Кто-то бомбит звонками Я обычно незнакомые номера не беру Но тут решила ответить Это была его мама Видимо, парень просто рассказал, что гулял с девочкой И что они посидели в кафе Его мама расспросила меня, что мы делали И я, будучи в шоке, рассказала, что были в МАКе и гуляли На меня наехали за вредную пищу в этом заведении А потом выдали такое Я не для того ему деньги пересылаю, чтобы он тебя кормил Понятно? Вообще-то Какое мясо? Возможно, я чего-то не понимаю Но мне всегда казалось, что если ты рассчитываешь на какие-то отношения То будет не лишним поухаживать за девушкой Тем более я не водила ее по крутым мажорским ресторанам Я пишу парню, спрашиваю, какого черта происходит Он мне отвечает, что ее мама просто очень волнуется Не знаю, правильно я поступила или нет Но парня слила тут же И никто так мозги выносил И чую, что от меня бы не отстали Вот такая же за Правильно сделала, что слила Потому что мамочка вот эта вот сидящая Которая звонит и выясняет, что же вы там с сыночкой с ее делали Это вообще может быть концом нервных клеток Просто пока-пока нервишки Ну вот, кстати, вот я недавно размышляла Вот сейчас тут тоже похожая история Вот смотри, пока Ребята молодые совсем, да Еще никто не работает Они учатся, скорее всего Может быть, в школе Может быть, только в универ поступили, да Все равно от мальчиков так или иначе требуется Чтобы они были джентльменами Чтобы они платили за свою девушку в кафе Но, с другой стороны, с какой стати Почему именно парень должен платить, когда это платят родители За все вот эти вот посиделки Я всегда, когда еще мне родители давали денег У меня было такое в голове, что Мне никто ничего не должен оплачивать С учетом того, что это деньги родителей в основном Когда мне дали денег, я могу заплатить Когда тебе дали денег, ты можешь за меня заплатить Когда есть, мы можем скинуться и так далее Но вот когда уже чуваки начали работать И зарабатывать как-то сами Тогда понятное дело, что мужчина может проявить Свою джентльменскую натуру А так мне просто очень жалко матерей, подростков, сыновей Которым нужно оплачивать свиданки Как я считаю, да У меня есть свое мнение на этот счет Абсолютно четко сформированные Я так вышла, что в возрасте, когда вот это все происходило Еще в школе отношения какие-то У меня не было молодых людей, которые были бы погодками Из школы из одной И они все были постарше И уже какие-то деньги, да, худо-бедно могли зарабатывать где-то Поэтому у меня, в принципе, таких ситуаций в жизни не было Но сейчас, услышав твой вопрос этот У меня сформировалось четкое мнение Что нам всем дают карманные деньги, да, когда-то в школе Типа на какие-то, ну, на пожрать в школе, например, да Возможно, мое мнение сейчас прозвучит ужасно И меня засрут, скажут, что я вообще ужасный человек Но я из тех людей, которые, если идут на свидание куда-то То четко рассчитывают, что за них заплатят По крайней мере, на этапе ухаживания каких-то, да Сейчас, когда мы в браке с мужем, у нас как бы уже бюджет немножко по-другому формируется Я там не требую, что платить за меня везде Потому что я понимаю, что он платит вообще за все, что у нас происходит в жизни Поэтому... Но это другое совсем Это другое, да, если я не сравниваю Но я из тех, кто считает, что парень во время ухаживания должен платить на 100% То есть меня бы другой вариант не устроило Вот такая вот я сука и мразь Но я думаю, что у нас большинство девочки, если что И если бы я встречалась с парнем погодкой То я бы также рассчитывала на то, что он заплатит где-то Если мы куда-то идем Потому что, если уж я тебе так нравлюсь И у нас все хорошо И ты хочешь проявить жизнь доброй воли Пригласить меня в мачку пожарить после школы То ты можешь пару дней поэкономить И тратить меньше денег из кармана, например Я больше про другое Я больше про то, когда чуваки уже встречаются Когда это, ну знаешь, проводить вместе время Это уже не ухаживание, а обыденность Ну хорошо Типа когда вы встречаетесь, допустим, вам по 16 лет Вы вместе уже год Ну такое тоже бывает Там просто мать и отец этого мальчика Они разорятся нахуй Я дополню То, что если ты планируешь куда-то сводить свою девушку И, во-первых, ты встречаешься с ней уже год Ты можешь говорить на такие темы открыто То есть, да, то, что там Ань, слушай, у меня сейчас денег нету вообще То есть, если ты хочешь куда-то сходить со мной Ты хочешь синициировать это То, к сожалению, не могу за нас заплатить Потому что у меня просто нету денег А у родаков, простите, надо конкретно такое Я не хочу, да Ну, вдруг, например Если хочет и есть возможность Это другая беда в развитии Мы, как бы, ее пускаем Но если парень созревает И у него есть накопление, да Тысяча рублей, например Которую он неделю откладывал Чтобы у него тыщеночка была И он такой на выходных Слушай, я пойдем погуляем Пожрем сахарной ваты там Газировки попьем Марки Горького Хочешь, значит копи Или же девушка говорит в свою очередь То, что если у парня нет денег Он говорит ей о том, что я не могу нас сводить Она говорит то, что окей, не вопрос Я вложусь Или заплатим каждый за себя Но я считаю, что просить у родителей На отношения, на свою там пассию Это не очень Ну, некорректно Да, я согласна Поэтому, возможно, раз в недельку, да Но ты подкопи на этот раз в недельку Да, это отличный вариант в таком случае Добрый день, Диана Увидела ваше видео про отношения И мне есть что рассказать Это просто прекрасно Я год встречалась с очень странным персонажем Мне тогда было 19 И он старше на 2 года С ним связано много неприятных историй Но расскажу несколько Первое Он был очень ревнивым Проверял, кого я добавляю в друзья По каждому задавал вопросы И, конечно, по всем всегда меня подозревал Мадам, я свободных взглядов В 18 лет переехала на студенчество в Петербург И еще до нашего знакомства Успела нажить много историй Разной степени пристойности И, разумеется, все ему рассказала Потому что истории нажила А мозги еще нет И в какой-то момент у него появился Пароль от моего ВК Казалось, что в моем аккаунте Он проводил времени больше, чем в своем Однажды у нас снова произошел Какой-то эпохальный скандал В котором мы решили раскрыть все карты Задать друг другу самые неудобные вопросы И т.д. Назначили дату встречи И все время до назначенного разговора Он говорил, что покопался в моих старых диалогах И нашел такое Мне нравится в старых диалогах Наверное, на момент, когда мы еще не встречались Что теперь мне уже не отвертеться Обожаю, ну За все с меня спросят Ведь от такого, ну, никак не отмыться Я с каким-то трепетным страхом ждала нашей встречи Я бы обосралась жестко Я бы, я знаю, я не сделала ничего Но, типа, страшно Типа, а мало ли что А что там такое? А вдруг я забыла, типа Вот все Держишь память А вдруг что-то произошло Что ты забыл Да И вроде ты уверен, что ничего нет Но все равно тебе Уже так сказали, что ты жестко боишь Блин, это ужасное чувство Да, неизвестность пугает еще больше Да Наконец, разговор этот случается Обмениваемся всякими претензиями И доходит очередь до этого самого Этим самым оказалась история Как бы, с одной стороны А с другой стороны Согласна Тем более, она ему и так рассказывала Все, что у него было там Ну да Пристойная Не пристойная Блин, что такого-то До того, как он перешел Именно к этой части разговора Я была вся в слезах и истерике Но как только эта претензия была озвучена Я очень быстро, сосредоточенно успокоилась Дело в том, что такой ситуации Не было никогда Это еще интереснее Даже если предположить Что в какой-то момент своей жизни Я так напилась Что не помню этого события То не могла обсуждать это С кем-то в переписке Я же не помню, типа Я попросила дать этот диалог почитать Оказалось, что речь идет о том Как я пришла к знакомой косплеерши Она предложила мне померить Только что сшитый ей костюм горничный Я померила Мы пофоткались Я действительно потанцевала в нем немного В этот момент к нам зашел ее сосед Посмотрел и все Вся история Мне нравится там Куча похотливых мужиков Стриптиз Повторюсь История с этим костюмом Произошла за несколько месяцев До нашего с ним знакомства То есть я никак не виновата перед ним Вот я об этом и говорю То, что было до Вообще никак не должно Но это еще ладно Я жила в общежитии Мы с моей соседкой Сильно увлеклись Актером Дэвидом Тенантом Мы все время о нем говорили Смотрели доктора Вместе ходили Сделать ростовую картонную куклу И т.д. Наше увлечение было шуточным Как обычно бывает И бывает такое фанатство И черт меня дернул Поставить его фото На экран телефона Когда бывший это увидел То закатил мне истерику Ты постоянно думаешь о нем Я уверен, что ты со мной спишь Чтобы представлять его вместо меня Это была самая смешная Нелепая Ты со мной спишь Только чтобы его представить Было бы у кого представлять Да Он же наверняка так похож Да Последняя история вообще не смешная Но, надеюсь, поучительная Подобные отношения Не могли закончиться адекватно В итоге у меня была Очень сильно подавлена воля И угроблена самооценка Что, в принципе, на самом деле Неудивительно После таких отношений Это жопа Продолжались претензии По поводу моих переписок И тогда я считала себя Последней грешницей Петербурга И была благодарна Что такой парень подобрал меня И терпит мою отвратительность Спасибо, Господи Спасибо тебе А кто бы, если бы не он? Мой Бог и царь Что ты меня такую подобрал И вообще терпишь Если бы не ты, то, наверное Да никто другой точно Конечно Все пришло к тому Что он мог в любой момент Попросить дать ему телефон И если я отказывалась То начинались обвинения Что это что-то скрывает Так как в паре не должно быть секретов И все общее Но общее почему-то было только мое Естественно А как еще? Бывает раз по-другому? И в один момент я попросила Дать его телефон Мне тоже почитать переписки И посмотреть Он отказался Цитирование его аргументов Привело к тому Что он сказал Тебе это видеть не нужно Я там на тебя ругаюсь Я отвоевала телефон И конечно увидела там Кучу переписок С разными девушками Он говорил Что они познакомились На два часа В одной из переписок Я прочла Что он от меня прятал В диалоге с очередной девушкой Он жаловался Какая я пища И всячески поливал меня грязью Далее диалог Она Если она хочет трахаться Со всеми подряд То зачем она встречается с тобой? Он Нет Она не трахается со всеми Она вообще не хочет секса Она просто по натуре шлюха Таких как она Можно только использовать А потом бросать Он объяснил это тем Что просто разозлился на меня И на самом деле так не думает Я прекрасно понимала Что именно так он и думает Но я была убеждена Что это просто горькая правда Обо мне Мы вынуждены расстались Только через месяц Или два После этой истории Я пыталась вернуть его Еще год после этого Я была далеко не ангелом В этих отношениях И наделала действительно Много тупого Жесткого И неправильного После этих отношений Я попала надолго В психбольницу Это не было главной причиной Но стала катализатором Если вдруг у вас будет Выпуск про психиатров И т.д. С удовольствием Расскажу много веселых И не очень историй Спасибо за внимание Ну как из таких отношений Реально быть здоровым человеком Ну слушай Ну разное бывает У всех разная Вообще степень Неподверженности Вот этим всем Болячкам Да Мозговым Но Ободнозначно жесть Конечно Мне очень нравится То что те люди Которые Сами просто телефон Сюда проверить У них у всех Всегда больше всего Гавна в телефоне Потому что они знают Как это бывает И думают Что человек Этот находится рядом с тобой Ведет себя так же Как сука Ведешь себя ты Потому что мой чувак Бывший Который требовал у меня Постоянно показывать Мой телефон Оказывается Потом я узнала После расставания Сам там много чего Интересненького Скрывал Такая вот херня девочки Я тут просто В ответку ничего не просила Он меня настолько Задавливал Этой просьбой Настолько все это было С его стороны Прям жестко То у меня не хватало Уже никаких Ни сил Ни желания Просить у него в ответ Потому что я думала На тот момент Проходясь в этой ситуации Что если он С меня так просит Значит сам он точно чистый И просто хочет убиться В том что Я тоже такая вся невинная Но Было все совершенно иначе Мы очень надеемся Что вам было интересно Вместе с нами Почитать эти истории И вы также можете Присылать свои истории На почту И всем большое спасибо За просмотр Всем пока Не забывайте пожалуйста В шапке письма Указывать тему Отношения Маньяки Трэш с работы Или мистика Спасибо 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 Спасибо